Я покажу вариант разделки рыбы без глаз. Проводим вдоль, получаем филе. Все изи. Никита, вот так надо готовить. Первым делом смотрим на жабры. Если жабры пахнут плохо... Кстати, у нас сегодня нет плиты вообще. Это закуска общая. Классно готовить на праздничный стол. Это так вкусно. Добавляйте везде лайм. Это просто... Потому что если ты ешь картошку фри, то по сути веган. Мы сейчас делаем севиче. Что такое севиче? О, севиче... Ты думаешь, ты знаешь, что такое севиче? Давайте погнали с самого начала. А то мы перец нарезали и все. Севиче – это блюдо, холодная закуска из морепродуктов, допустим, или из мяса. Свежая рыба, нарезанная. Короче, это салат с рыбой. Это закуска с рыбой, да, можно сказать так. Как тартар есть у нас, многие знают тартар, так и есть севиче. То есть мы маринуем в каком-то свежее блюдо. Не надо ничего готовить, кашеварить, да, там плита нам не нужна. Да, кстати, у нас сегодня нет плиты вообще, мы ничего не подогреваем. Задействуем, да. Что очень удобно, потому что я устал готовить, честно. Я хочу ускорить процесс готовки и показать вам лайфхаки и рецепты, которые не требуют от вас много времени. Многие потому что думают, что надо пойти в ресторан, это будет быстрее. Но вы будете ждать дольше, чем мы приготовим нарезок. И дороже. Немножко и дороже, да, чем мы чистыми руками, с любовью все это приготовим. Совершенно другой уже посыл и настрой. Значит, севиче может быть, ну, типа тартара. Нам нужен маринад, состоящий здесь у меня. Ну, наверное, рецепт мы приложим к видео. Да, я думаю, что мы здесь укажем, какие были ингредиенты. Но ты еще раз перечисли, а Никита потом укажет. У нас здесь идет перец, чеснок, имбирь, сок лайма, соль, острый чили-перец, немного копченого перца и еще, то есть, используется специальный, конечно, перец чили, но мы будем использовать такой. Это типа в перуанском немного стиле, там еще идет кукуруза, но бог с ним. Немного запеченного батата. Чтобы запечь батат, его надо просто нарезать на дольки, на кубики, как вам удобно, или целиком, и запечь при 200 градусах. Можно с солью, можно немного с маслом. Это у нас пойдет на салат. А ты когда батат запекаешь, ты его в пленке запекаешь? В фольге? В фольге? Можно в фольге, можно без фольги, как угодно. Это уже на твое усмотрение. Также идет мята и кинза сюда идет. Все, больше ничего. В принципе, просто пропорции, количество. Всего лишь. Вы будете на свое усмотрение. Все это пробивается блендером. Много-много лайма, должно быть прям кислое-кислое. И за счет кислоты это маринуется. И маринуется, да, все очень просто. Значит, нужно какое-то глубокое блюдо. Мы сейчас сюда все сложим, перемешаем и выливаем сюда. Это блюдо надо есть ложкой, в принципе, не просто вилочкой, да. То есть, это прямо вот именно вот эта начинка самая-самая такая прикольная. Ты можешь, кстати, попробовать, как это... Оно не сильно острое, я не умру. Нет, оно не сильно острое, но остроту, да. Естественно, там в Перу они делают супер с чилем-чипотли, с каким-то очень острым чилем. Но так как мы не привыкли к такому, да, жаркому климату и острой пищи, то мы делаем чуть меньше просто. Чили добавляем по вкусу. По вкусу. То есть, ты сейчас понимаешь, мало соли добавила еще, мало лука добавила еще. И таким образом дополняешь, расширяешь. Ты можешь воспринимаешь вкус на уровне. То есть, у тебя много-много уровней, и ты понимаешь, соль – это один уровень. Тебе надо, ты чувствуешь, не хватает, да. Ты добавила соли, у тебя все уровни при этом поднялись. Перец – другой уровень, лук – другой, имбирь. Ты чувствуешь все это, как на слои раскладываешь. И ты чувствуешь всю картину. Также можно использовать базилик очень классно и остальные ингредиенты. Сейчас мы все вот это смешаем прямо в стакане, в принципе, это не обязательно. И выложим на наше блюдо. Лучок у нас тоже замаринуется очень классно. Отрезаем попки, отрезаем лишнее. Убираем верхний слой, потому что он обычно очень вонючий у нас и очень мягкий. Нарезаем кубиком, соломкой, как вам удобно. Я разрезаю по половинке, получается у нас такая история закрепленная. И немножко другая техника нарезается на лоптики. По сути, главное держать правильно сам продукт, который режешь. То есть рука везде практически одинаковая. Да, есть две техники. Они чоп-чоп-чоп, когда более в японском, что можно еще в такой истории. А можно техники наката. Все. То есть техника сантоку, техника такая. На этом все. Лука надо много на самом деле, я даже еще добавлю, потому что лук это основной ингредиент, который потом сыграет прям основной разгон такой даст. И он подмаринуется, будет очень-очень классно выглядеть в вкусовом плане. Я везде добавляю лук и чеснок, везде, абсолютно. Это потрясающе. Везде и лимон. Красный лук, ребят, это просто сказка. Это вкусный. Да, от вас будет немножко пахнуть. Но когда от партнера пахнет, то это... Вот, вот и все. И секрет, как можно чуть-чуть умягчить вкус лука, немножко уксуса, да, подержали. Я знала. Да, и он становится такой полупрозрачненький, это когда мы не хотим. Но почему, ты знаешь, мы едим лук. Ты знаешь, почему мы едим лук и чем он полезен? Ну да, в чем именно его вкус? Нет, не знаю, в чем он полезен. Основная фишка его, он антибактериальный эффект, естественно, мощный имеет, но у него также это является пробиотической пищей. То есть это пребиотик, это пища для нашего пробиотика, для нашего микробиома. Если у вас есть проблемы с... Пищеварением, желудком. Пищеварением, желудком, с иммунитетом, то прежде всего имбирь. А я думала, что нужно квашеную капусту, огурцы. Тоже, да. Квашеная капуста, огурцы, это обязательно. Но лучок, это кайф. И чесночок. Лучок, чесночок, имбирек, это прям трио лучших друзей, которые... Еще лимончик. Да, которые будут вообще без него вообще никуда. Итак, мы подготовили овощи, добавили сюда еще немножко нарезанной кинзы. Также можно, кстати, добавить туда мятки, можешь прям руками... Мята, вот мята, да. Да, мята будет отлично сочетаться. Порвать руками, да? Да, великолепно подходит. Мята отлично сочетается и с рыбой, на самом деле, и с мясом, и с салатами, не только. Попкой режем. Итак, как разделывать рыбу. Еще одна. Эти лайфхаки, друзья мои, это от профессиональных шеф-поваров, из профессиональной школы для кулинаров, основанной на французской школе Le Cordon Bleu, лучшая кулинарная школа мира, да, и есть еще вторая испанская школа, но вы должны понимать, что эти знания действительно... Да, мы будем готовить из Дорадо. Моя любимая рыба. И также из Лунина вы можете взять при этом и из лосося приготовить, и из любой. Как мы определяем свежесть? О, кстати, лайфхаки. Да, потому что это реально моя любимая рыба, представляешь? Выбор рыбы – это серьезная история, то есть, если вы купите несвежую рыбу, то это будет вообще полная Г. Во-первых, она должна пахнуть свежестью, пахнуть морем. Когда мы просим, покупаем в магазине, она должна быть, если не разделанная, то первым делом смотрим на жабры. Если жабры пахнут плохо, если они такого коричневого уже цвета и склизкие, рыба гнезд головы, фразу знаем, да, потому что жабры первым делом начинают портиться, и появляется вот эта история. Поэтому, если вы хотите сохранить рыбу даже в холодильник, ее убрать, то удалите жабры, удалите потроха, положите ее на лед, и таким образом она будет прохраниться еще там, ну, полсуток, хотя бы сколько-то. Вот. Второй момент, на который мы обращаем внимание, ясные глаза, что у нее были. Видите, она уже немножко мутнеть начинает, но вот обычно, то есть, если она мутная, то это все, шляпа вообще не подходит нам эта история. Третий момент на нажим. Вот если ее потрогать, то она достаточно упругая. Если вы нажимаете, и она остается ямка, то это все как бы тоже уже... И в основном, когда мы приходим в магазин, то видим разделанная рыба на филе, то это, как правило, уже, то есть, она полежала... Испорченная? Нет, не разделанная, и чтобы продлить срок хранения, они часто обманывают и разделывают. То есть, лосось, если вы покупаете филированную, прям за километр видно, что он уже никакой, да, даже трогать не обязательно. Блестеть должна чешуя, или если она почищенная, то вот эта поверхность тоже должна блестеть. Следующий момент, чешуя, если она с чешуей, то не должна быть поврежденная. И следующий момент... Спросите, как у нее дела вообще? Достаточно, значит, прежде всего, очистка, подтачиваем нож, я уже подтачил его. Начинаем с удаления головы, мы прорезаем аккуратненько с плавничка, чтобы подольше было, прорезаем под наклоном 45 градусов, и тем самым удаляем голову. Конечно, первым делом надо ее почистить. И второй момент, мы кладем ее и прорезаем у позвоночника с верхней стороны. Аккуратненько, делается это, конечно, удобней не шеф-ножом, а маленьким филейным ножом, рыбным ножом. Главное, чтобы он был острый, да? Да, главное, чтобы он был острый, то есть мы придерживаем и аккуратненько, аккуратненько проводим вдоль кости. Можно снять реберные, дальше идут реберные кости, можно их снять, но я предпочитаю вот так вот срезать. Да, я тоже люблю. И получается, реберные кости здесь остаются, все, чистенькое филе, ничего у нас не остается. Значит, со второй стороны точно так же мы подрезаем. Подрезаем хвоста, подрезаем здесь. Ну, и по сути, так любую рыбу можно разделывать, правильно? Да, любую, но имеется в виду круглую рыбу, потому что есть рыба камбала, которая очищается немножко иначе, но наоборот просто, потому что нету мелких костей, а не большие кости. Видите, достаточно чистое филе. Это оставляем, нарубаем там несколько частей, убираем в морозилку. Когда накопится, делаем бульончик, но это уже другая история. Это, кстати, очень даже неплохо. Да, потому что бульончик классно. Отходов, кстати, да, уху можно сделать из головы. Уху великолепно, просто бульон. Отдельно сейчас про бульон рассказывать не буду, это вы можете уже посмотреть на наших каналах. Значит, следующий момент, здесь есть мелкие косточки, которые можно удалить. А, да, самые неприятные. Можно удалить несколькими путями, да, специальным пинцетиком, либо просто поддерживая ножом, выдираем, и получается, что очищаем. Потому что косточки никто не любит. Больше всего очень любит Никита. Но есть еще один. Когда я очень спешу, я, конечно, очень часто спешу, я делаю некий хитрый ход, который вообще нечестен. Сейчас я вам покажу чуть позже, потому что следующий этап, когда мы очистили от костей, мы проводим рукой или ножом, видим, еще несколько костей остается, подцепляем, удаляем и снимаем шкурку. То есть мы удалили. Ювелирная работа. Здесь тоже попку мы лишнюю удаляем. На бульон, по идее, пускаем ее. И как можно легко отделить шкуру. По низу, так поясню. На краешку перекладываем и прижимаем. Тут надо поймать момент, чтобы кожа была внизу. И проводим, проводим, проводим. Получается, остается у нас уже кожа и чистая филешечка. Все. Рыбу не моем, пожалуйста, друзья. Рыбу мыть не надо, потому что теряется. Как и креветки, как и лобстеры. Ну, я всегда мою. Да, поэтому ее моется. Она сначала чистится от шелухи и затем уже моется. Вот, поэтому мыть ее не надо. Если она уже пахнет, то уже все. Значит, до свидания. Выкидываем сразу. Так, следующий момент, который мы делаем. Я тебе сейчас дам ее нарезать, наверное, на крупные кубики. А я сейчас еще... На крупные кубики, да? На кубики, на ломтики, как тебе угодно. То есть мы можем вот на такие ломтики нарезать. Это уже на ваше усмотрение. Тонк не надо нарезать. Потому что... То есть вот толщина может быть вот такой вот, как батат. Потому что тогда потеряется и быстро подмаринуется. Вот у нас осталось реберные косточки, которые... Ну, не хочется это вытаскивать. Да, блин, это цеплять. Мы что делаем? Прямо вплотную к этим косточкам. Просто прорезаем с одной стороны. Прорезаем с другой стороны. Но это не со всеми рыбками прокатывает. У нас остается такой кусочек. Да, здесь есть немного мяса, но мы его можем на бульон поставить. На бульон. Все на бульон. Все на бульон. Ничего не выбрасывается. Такие кусочки не мая? Вообще великолепно. И давай закидывай их тогда в наш... Маринад. Маринадик соус, да. Перемешай, пожалуйста. Как красиво. Кстати, я заметила, что большинство людей даже зелень не покупают. Потому что здесь на столе у тебя, мне кажется, все, что только может быть. Рукола, мята, базилик, петрушка. Это что? Это кинза. Это кейл на салат у нас пойдет. Все. Суть в том, что даже вегетарианцы иногда, будучи веганом-вегетарианцем, не доедают зелени. Даже вегетарианцы. Потому что если ты ешь картошку фри, ты по сути веган. То есть она, в принципе, и пьешь колу. Ты же веган. Но это не значит, что ты здоровый. И вот в этом-то и проблема. И опять же, приваривая, прижаривая, пассируя там всю эту зелень, мы теряем полезные свойства. Если ты представляешь, воткнешь просто нож в капусту, то будет уже падать количество витамина С. Просто даже он не поврежден. А мы покупаем разрезанную капусту, потом ее лежит. Лежит она 2 года, пока там морковка уже вот такая становится, вялая. И питательная ценность падает. Ведь сорвали огурец с ветки, он лежит, питательная ценность падает. Поэтому в профессиональных кулинарных книгах, которые вы можете прочитать такую в ингредиентах информацию, яйца только фермерские, домашние, яблоки из своего сада сорваны из дерева, то есть или вы нарвитесь своего огорода. Да, это возможно? Да, это не всегда возможно, но вы можете увидеть такую информацию. Это очень интересно. И сейчас, чтобы показать, насколько на самом деле процесс сложен, и там типа рыбу это разделывать, я покажу вариант разделки рыбы без глаз. То есть я сейчас завяжу глаза. Немного самурайста, так, я ничего не вижу. Не видно. Подай мне рыбу тогда только. Я не вижу рыбу, и подай мне нож. А какой нож? Чёрный. 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 Так, всё, отлично. Ну что, я реально ничего не вижу. Тут у меня, вы можете проверить. Отделяем сначала голову. Тишина. Прикольно, если он сейчас падает. И проводим. Не смешно. Проводим аккуратненько вдоль реберных. Чем меньше рыб, конечно, тем тяжелее её обрабатывать. Прижимаем плотно рыбу, не подгибая пальцы, растопыривая пальцы. Они в безопасности все. Проводим вдоль, получаем филе. Всё изи, всё изи. Вторая сторона так же. Я думаю, можно снять, чтобы уже не тратить наше время. Но вы понимаете, что всё на самом деле можно делать. Одна из серий Гордона Рамзи «Мастер-шеф». Если вы видели такую передачу, я рекомендую посмотреть, вдохновиться. А так же, если у вас есть дети, и вы хотите вдохновить их на готовку, потому что моя задача... И мужа вдохновить на готовку. Да, ты есть мастер-шеф. Никита, вот так надо готовить. Мне нравится. Тебе нравится? Мне тоже нравится. Красиво. Он вообще ничего не готовит. Всё я готовлю. Обещает мне... Он мне обещает уже, наверное, месяца три стейк приготовить. О, я вам пришлю рецепт шикарного стейка. Да, директ от создателя нашей кулинарной школы. Он есть бесплатно в YouTube. Скоро на нашем YouTube-канале рецепт от Никиты. Никита делает стейк. Если вы хотите, чтобы Никита приготовил стейк с закрытыми глазами, давайте, комментируйте. Прямо, чтобы было много комментариев. Никита, готовь стейк. Вот так вот. Давайте не с закрытыми. Не с закрытыми, не надо. Какую рыбу вы будете использовать, неважно, белую, красную. То есть, главное, чтобы она была свежая. С рыбой тоже небольшая проблема, что много ртути присутствует. И фермерская рыба питается, к сожалению, комбикормом. Питается не особо качественно. И вот если вы фанат лососей, считаете, что вот я ем лососи, всё нормально, я получаю дофига витаминов, то нет. К сожалению, только в диком лососе будет достаточно витаминов. На треть меньше питательных элементов. Потому что что происходит? Рыба живёт в нескольких рядах, потому что ближе к берегу температура выше и больше дают антибиотиков. Где дальше от берега температура ниже, меньше антибиотиков. Во-первых, проблема с антибиотиками у фермерской рыбы. И, во-вторых, кормит кукурузой. Много омеги-6. А нам надо как раз выровнять баланс омеги-3, 6, 9. И постоянно есть омегу-3. Масло омеги-3, рыбий жир каждый день, чайную ложечку. Мы так и делаем. Каждый день. Пьём омегу-3 утром после завтрака. И на ночь хорошо. На ночь? Так вкусно пахнет. Да, пахнет таким маринадом. Я думаю, надо ещё немножко добавить даже лайм. Я чувствую, не хватает. Такой вопрос от подписчицы. Даже от подписчицы, очень часто задаваемый. Что нужно пить, какую добавку. Если ты чувствуешь себя разбитым, усталым, у тебя нет настроения. Ты такой вот ходишь никакой. Что ты можешь посоветовать в этом случае? Помимо того, что нужно высыпаться, конечно же. Есть базовые истории, которые мы должны делать. Это спать без сна вообще. Можете не тренироваться, можете не есть. Если вам нужно поспать, то лучше поспать, чем бежать на тренировку или что-то ещё. Воду пускай пьёт. Больше воды. Это очень важно. Если вы пьёте менее полутора литров воды в день чистой, не в виде чая, не в виде ещё какой-то истории, то вообще забудьте про энергию. Нехватка минералов. Просто большая нехватка минералов. Цинк, селен и магний я рекомендую добавить с едой. Эти легкоусвояемые минералы, они быстро расходуются. Они не накапливаются у нас в организме. То есть лишним не будет в любом случае. Как правило, если вы сделаете развернутый анализ крови, опять же, то есть мы опираемся на данные. То есть вы делаете анализ, вы сразу увидите, у вас плохой состав крови или ещё что-то. И если у вас есть особенно волнение, тревога и усталость, попробуйте выпить магний с цинком, добавить калия, конечно, габа очень хорошо, ашваганда великолепно. Да, габа, ашваганда тоже. Одна из основных проблем, что не хватает питательных элементов, надо есть больше просто. Многие не добирают еды, особенно девчонки, когда пытаются похудеть. Ешьте больше, но не с целью, не с акцентом на картошку или угли, а ешьте с акцентом на жиры, на хорошие жиры авокадо, на масло, на хорошую рыбку, то есть не бойтесь, и это нужна зелень, потому что у них как раз минералы и содержатся, потому что минералы откуда появляются? Из земли. Из земли они попадают в растения, потом съедают коровы, и потом у нас богатое на кальций молоко, а не просто мы едим молоко. Кальций есть в кунжуте, в маке, то есть большее количество, они в молоке, не надо, то есть наяривать творог, чтобы получить кальций. Поэтому делайте акцент на воду, на минералы, посмотри, сдайте анализ крови развернутый, и вы все увидите к адекватному человеку, если обратитесь к коучу, напишите мне в директ, то есть я с удовольствием тоже... Я думаю, что твой директ завалит после этого видео. Да, с удовольствием помогу разобрать с анализами и первую вводную часть бесплатно, стратегию, как правильно действовать. Я об этом пожалею. Легко, не, нормально, я вообще на позитиве. Итак, мы смешались, сейчас мы можем довести до вкуса. Попробуй, как ты думаешь, чего не хватает. Мы можем добавить паприки, мы можем добавить копченые паприки, вот это чепотли копченая, очень приятная история, придаст немного копченый вкус. Это что? Это копченая пимента чепотли, это средняя острота. Я бы паприки добавила, не хватает копченого вкуса. Оно как раз такое, но тоже, чтобы не затмить вкус рыбы. Поэтому, то есть доводим уже до вкуса, что мы хотим. Сейчас хорошо будет, чувствуется лайм хорошо. Да, выкладывай на тарелку, сюда на центр, а по краям мы разложим батат. Он подается с бататом, очень хорошо. Эта закуска общая, классно готовить на праздничный стол, классно подать в начале трапезы, и по краям мы выкладываем батат. Конечно, сюда еще идет кукуруза, если это версия для перуанская, да? То есть, ну, у нас такая версия, что очень классно. Батат сладкий и оттеняет эту историю, кислую и острую и соленую, что создает потрясающий эффект. Можно украсить свежими там... Зеленушкой? Зеленушкой, овощами, да. Можешь несколько веточек базилика положить. Можно серединку вот эту прям посередине. Да, можешь как-нибудь украсить. Севичи, да, называется блюдо? Севичи из Дорады и Лубины. Бататик зацепляем, соус обязательно. Ммм... Что, как? Рыба прикольная получилась. Оно действительно готово. Ну, оно сочное, оно чувствуется. Оно как будто сверху проварилось. Да, за счет кислоты, за счет масла. Можно, кстати, маслом сверху красиво украсить, полить. Я теперь всегда буду везде добавлять лайм. Это так вкусно. Добавляйте везде лайм. Это просто... Сколько масла. Масла много не бывает. Мы же кето. Мы же следуем кето. Жиры – это основа, конечно. Блин, это, короче... Простите, пожалуйста, меня. Я сейчас кусочек еще возьму. Батат приносит нам хорошую историю. Можно белый батат использовать, он менее сладкий. Батат вообще детишкам очень классный. Вот из этого печеного батата можно сделать пюре. И получается шикарная история. Классная, быстрая закуска, которая не требует от вас плиты, не требует много времени. Можно рыбу уже разделанную купить. Вам только ее нарезать на кубики и сделать маринад. Что очень классно. Это очень вкусно. Я готовлю для своих клиентов такое блюдо и другие вариации. С ананасом, с манго очень хорошо. Кстати, я хотел сюда манго добавить, но забыл. Да? Да, очень хорошо. Мне кажется, что можно было даже вот так оставить. Знаешь, как выбрать авокадо хорошее? Знаю. Брать вот это неприятное чувство голода. Мощнейший инструмент. Кстати, соль розовая, ей тяжело пересолить. Ей надо достаточно много. Для женщин лен вообще великолепный. Но хотя бы половину свежака на вашей тарелке должно быть.